В Доме Дружбы и Кибастуза прошла встреча депутатов Можилиса парламента с местным активом. В составе группы Сергей Решетников, Шамиль Осин и Малик Кулшар. В начале собрания гости рассказали о предстоящих планах и новых законопроектах. Подписано закон о республике Казахстан, о внесении изменений и дополнений в Конституционные законы о выборах республики Казахстан и о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам выборного. Но если как коротко, что эти законы собой представляют, основной задачей этих законов является укрепление системы местного самоуправления. То есть получается выборность Акимов. Раньше Акимы назначались, сейчас они будут выбираться. То есть выбираться будут из числа граждан, которые проживают в этом регионе, которые хотят улучшить жизнь. Граждан, которые проживают в этом населенном пункте путем того, что он знает, все проблемы знают местные. Он, возможно, пользуется авторитетом. И эта возможность дает улучшить работу. Потому что бывает, что представитель Акимата назначается из другого региона, приезжает, он не знает местный менталитет, не знает местные проблемы. Для того, чтобы все это понять, необходимо время. А сами знаете, время это ресурсы, это деньги, это вовремя поданные расчеты, это запланированные бюджетные средства. И в этой связи многие процессы у нас тормозились. Сейчас в рамках этого новшества мы будем надеяться, что процесс в отношении улучшения и качества жизни наших граждан будет максимально ускорен. Свои вопросы касательно этой информации и любых других тем городской важности присутствующие смогли задать мажористменам напрямую. Как оказалось, наиболее остро сейчас стоит вопрос декарбонизации экономики в Казахстане. Многие наши чиновники, люди, занимающие определенные, как говорится, важные посты. СМИ часто говорят о том, что мы через несколько лет, в частности до 50-го года, полностью уходим от угля. Мы город угольщиков, молодые люди, как говорится, им здесь жить, все это продолжать. У нас энергетика и так далее. Вопрос, усируется ли бумага где-то на официальном уровне. Вопрос правильности подхода и практичности подхода зеленой экономики к практическим делам. Каменный уголь, я сейчас про каменный уголь говорю, что у нас Арселон Миттл, который занимается излечением каменного угля, он идет через обогатительную фабрику и напрямую уходит на Украину, Швейцарию, Россию тоже уходит. То есть у нас остается часть угля, которая топится разрезами. Все население топится разрезским углем, где большая масса летучих веществ, влажность повышенная, примеси, которые нежелательны для сегодняшней нашей экологии. Потому что все это идет в городе, тем более сюда. Мы думаем, что сегодня газ. Газ сегодня провели, подвели, в Караганде из полторы тысячи не подсоединенных, а проведенных газоснабжения подключены только всего, даже 10% нет. Потому что сегодня идет вопрос о денежном эквиваленте. Касаемое переживаний всех нас, наверное, эта тема, конечно, глобальная, и ее, наши главы государств и руководство страны, правительство, оно держит на контроле. И, естественно, сегодня вопрос, вы хотите услышать, будет ли строительство АЭС, этот вопрос, он еще как бы точно не стоит. Ну, сегодня оно показало, что вот эти наши фирмочки майнинговые, да, то, что мы сегодня все такие легкая добыча денег, денежных средств, молодежь, особенно сейчас там смотрит, там вложит 100 долларов, можно получить 200. Это все результат того, что, ну, как бы, математически она вроде бы прогрессия и есть, но в то же время, чтобы фирма это заработала, нужно дешевая электроэнергия. Казахстан, да, она стоит на дешевой электроэнергии, которая вырабатывается и которая предоставляется физическим лицам, юридическим. Конечно, госучреждения, они самые такие, у них все то, что делается для жителей, все на себя берет государственная структура, школа, образование, социальные объекты. Вот этого, конечно, и не хотелось бы. Ну, как бы, заверить вас, что вопрос стоит, конечно, остро, и то, что мы знаем, что все закончится, когда-то, да, там, наши запасы углевые, там, древесные, газ. А мы должны думать о нашем будущем поколении, о нашем мире. То есть, мы сегодня можем сказать, что мы ихними деньгами сегодня стойки, то есть, мы, которые они должны будут получать, то есть, я говорю о сырьевой, да, в базе, которой сегодня мы пользуемся. Сегодня ведут скрышные работы, работы, месторождения создаются много. И сегодня мы все, как бы, извлекаем, но взамен еще ничего не даем. То есть, сегодня нужно думать о нашем будущем. Также были подняты вопросы касательно сферы образования. Все предложения мажористмены приняли и пообещали дать обратную связь. Спасибо.